уважаемые стрельцы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 20 по 26 декабря включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера расклад подойдет как женщинам таким мужчинам и тем кто в паре и тем кто продолжает оставаться в свободном поиске поэтому присоединяйтесь на момент просмотра конечно постарайтесь максимально расслабиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать события этого периода я как правило рассматриваю в общем основные моменты по судьбе связаны с работой с вашей личной жизнью и те кто в паре и те кто в свободном поиске рассмотрим скрытые факторы на ближайшее время также посмотрим что происходит с вашими финансами возможными вложениями долгами кредитами у тех у кого такие есть ваше взаимодействие с другими людьми во внешнем мире что она вам может принести посмотрим чем для вас эта неделя завершится и конечно же возьмем карту основного совета хотя сам по себе расклад это уже одна большая информационная подсказка и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки и ответит на ваш вопрос поэтому думайте сейчас о своем вопросе колоды настраивается на вас сегодня работаю на золотом таро и в дополнение есть еще одна колода это оракул ленорман которая тоже будет нам помогать напоминаю что это таро прогноз вы можете смотреть как по асценденту так и по своему основному знаку зодиалка по гороскопу и то и другое правильно но таким образом у вас будет больше информации для размышления для анализа колода полностью готова и мы можем с вами начинать итак ваша первая карта на начало этого периода уважаемые стрельцы все карты перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада хочу сразу сказать о том что в центральной линейке карт выпали довольно таки хорошие арканы это три карты монет три финансовые карты а это говорит о том что многие из вас будут при деле при работе притом ваша работа будет абсолютно оправдана финансами то есть карты предполагают финансовые поступления это что что-то вы себе сможете купить позволить и благодаря деньгам решить все проблемы которые для вас актуальны с чего же начинается ваш расклад ваш расклад начинается с двойки монет конечно эта карта оптимизма довольно таки хорошего настроения то есть вы верите в себя в свои силы конечно эта карта может показывать рутину однообразие то что приходится делать то что делаешь каждый день но по этой карте вы не унываете это огромное общение с другими людьми и по этой карте я вижу что вы готовы отвечать на любые телефонные звонки поддерживать отношения со многими быть в курсе всех дел и событий это действительно вам приносит финансовую устойчивость почему потому что у вас могут быть хорошие друзья и любая информация касательно заработка денег работы может быть для вас полезно общий запас энергии неплохой и вы по этой карте как белка в колесе не минуты покоя и я так полагаю что на диване в этом периоде сидеть вы не будете эта карта занятости даже если меня смотрят те люди которые в силу каких-то обстоятельств не работают все равно вы себе находите занятия и старайтесь что-то делать на общий фонд событий всей этой недели выпало довольно таки сложная карта это пятерка жезлов эта карта может говорить о том что все-таки у вас есть конкуренты либо вы сами с кем-то конкурируете либо кто-то пытается конкурировать с вами эта карта может показывать сложное взаимодействие с другими людьми почему потому что по пятерке жезлов вас кто-то сознательно может провоцировать на конфликты и вот в тот момент когда вас кто-то провоцирует вы отвечаете то есть вы не можете к чему-то спокойно относиться из-за этого конечно же могут быть нервы в большей степени эти конфликты могут быть в рабочей деловой среде или в вопросах касающихся финансов здесь вы с кем-то спорите и вам тяжело с кем-то договариваться эта карта может говорить о том что вам кто-то и завидует возможно вас специально провоцируют для того чтобы вывести из равновесия просто чтобы вы начали нервничать и вы довольно таки яростно кому-то отвечаете но в центр вашего расклада выпала замечательная карта это шестерка монет она говорит о том что ваши недоброжелатели никаким образом не смогут вам навредить и вы все равно будете многие из вас зарабатывать эта карта стабильности в делах поэтому будут заказ будет работа будут возможности многие из вас когда у вас есть деньги вы способны помогать другим людям то есть карта кому кого-то из вас может показывать как людей очень добродушных занимающихся меценатством или благотворительностью когда вы помогаете тем кому хуже вас эта карта может показывать любых близких людей которые нуждаются вашей помощи и своим самым близким людям в этом вы не отказываете но в этом периоде даже кто-то из друзей возможно у вас может что-то попросить или в долг или попросить в чем-то вашей подмоги даже если у вас кем-то были конфликтные ситуации вы стараетесь к людям относиться лояльно так как эта карта все-таки основных кармических задач для вас на этот период она говорит о том что основное свое внимание вы и должны уделить сферу дел и работы и действительно вы должны кому-то помочь потому что по этой карте я вижу множество рук которые тянутся к вам с разных сторон и люди вас просят о помощи вы кому-то не должны отказать и конечно же ко всему вы должны относиться более спокойно потому что вторая карта говорит о том что вы излишне порой бываете нервными но заканчивается ваша неделя вполне замечательно на выходные для вас выпал десятка монета эта карта может предполагать достойный отдых и в конце этой недели у многих из вас будут хорошие финансовые поступления к этим картам еще вернемся сейчас я перейду к нашим семейным парам и посмотрим что происходит в ваших домах ваших семьях в ваших отношениях для вас выпала восьмерка монет и карта пятерки чаш если говорить лично о вас по восьмерки монет вы готовы вкладываться в эти отношения трудиться над ними развивать их если говорить о вашей второй половиночке то пятерка чаш говорит о том что он или она немножечко разочаровывается из-за быта накапливаются обиды появляется чувство недосказанности или недопонятости хотя вы этого можете не ощущать так себя чувствует ваша вторая половина но возможно из-за претензии которые ваша вторая половиночка вам высказывает это настроение может передаваться и вам карты говорят о том что все в ваших руках и ваша личная жизнь и ваша деловая рабочая среда поэтому не стоит паниковать не стоит отчаиваться хотя вам не всегда легко общаться со своей второй половинкой почему потому что действительно ваша вторая половинка может сознательно вас на эти конфликты и провоцировать что-то вам высказывать дергать вас чувствуется некоторое извление но вы способны ответить но не всегда способны ответить спокойно из-за этого могут как раз и возникать конфликты но все-таки я вижу что ваши отношения развиваются вас никто не разлучит здесь есть и ревность если говорить о вашей второй половиночке то я это вижу в его или ее подсознание ревность однозначно есть может быть и некоторое недоверие в отношении финансов то есть партнер или партнерша всячески вас чем-то пытается проверить возможно поэтому и провоцирует на конфликт но вас объединят предстоящие праздники я вижу что вы все-таки к этому будете готовиться для тех кто работает на дому карта восьмерки монет говорит о том что вы способны неплохо зарабатывать и на тому поэтому если вы работаете на отдалении посредством интернета это довольно таки приличный доход если вы чему-то учитесь и совмещаете работу с учебой для семейных пар тоже карты благоприятные хотя ваша вторая половинка может обижаться из-за того что вы ему или ей уделяете недостаточно времени потому что большую часть времени вы все-таки вкалываете и думаете не только одни сегодняшнем но и о завтрашнем дне но вы вместе и я вижу что вы все равно будете мириться и стараться найти общий язык теперь перейдем к нашим свободным стрельцам и посмотрим что происходит вашей личной жизни для вас выпала карта туза мечей карта десятки мечей и карта пажа мечей обратите внимание на то что три подряд карты мечей карты холодные карты острые они говорят о том что для свободных стрельцов неделя будет действительно нервная и напряженная я вижу что вашей голове есть какой-то новый проект новое дело что-то вы хотите запустить у каждого это что-то свое вы об этом думаете постоянно эта карта может говорить о том что что-то возможно нужно организовать с официальной точки зрения то есть может быть вам нужно выйти на официальных людей подписать с кем-то важные бумаги или составить важные договора в устной форме и все это вас может волновать чтобы вы не задумали эта карта говорит о том что есть сложности вы это понимаете и вы все равно старайтесь открыть закрытую дверь и почему я говорю закрытую дверь потому что рядышком выпало десятка мечей и она говорит о том что есть какие-то серьезные помехи для реализации задуманного эта карта может говорить о том что в какой-то момент могут быть и недомогания поэтому именно в этом периоде будьте очень бережны к своему здоровью если говорить о свободных стрельцах тех кто в паре вас это касается меньше но для одиноких эта карта может показывать недомогание на физическом уровне поэтому если есть хронические заболевания возможны обострения даже если вы ничем не болеете все равно карты могут даже говорить о том что эмоционально вы истощены и вам нужен отдых но по этим картам я не вижу никакого покоя бесконечные нервы об этом говорит и карта пажа мечи у вас как будто бы в чем-то не хватает информации вы все воспринимаете в штыки вы агрессивно можете реагировать на других людей и другие это могут замечать конечно если у вас со здоровьем все хорошо я вам всем искренне этого желаю эта карта может просто говорить о состоянии пандемии в мире так как десятка мечей и и прямое значение это все-таки болезнь или поражение приостановка чего-то возможно ваши дела где-то и тормозятся из-за пандемии или вот этого общего состояния в мире но я вижу что вы ищете выход хочу сказать так несмотря на то что вы будете очень напряжены на этой неделе центральная линейка карт говорит о том что все равно вам удастся решить многие задачи даже если вы в силу каких-то обстоятельств временно будете не работать я вижу что кто-то из близких вас поддержит финансово и морально но вы здесь обижаетесь на целый мир если говорить о личной жизни она вообще пока отходит на второй план вам сейчас не до этого потому что могут быть и какие-то проблемы и в работе и с финансами это все то что накладывается на ваши эмоции если даже вы с кем-то и встречаетесь я вижу что эти отношения не развиваются а наоборот они заходят в тупик и вы можете думать о том чтобы те отношения которые есть разорвать вообще то есть такие мысли будут старайтесь все таки быть в этом периоде более спокойными и сдержанными излишними эмоциями вы попросту истощаете сами себя центральная карта шестерки пентаклей говорит о том что все таки рядом с вами не все враги есть и те люди которые готовы вас услышите которые готовы вам помочь поэтому выстраивайте с кем-то диалог ищите в чем-то золотую середину давайте все таки возьмем дополнительные карты для тех кто работает и для тех кто не работает для тех кто работает шестерка монет говорит о том что доходы есть работа есть эта карта может показывать довольно таки неплохое партнерство содружества нескольких людей партнерство приносит доход но внутри рабочих процессов очень часто все таки возникают недоразумения которые даже в этом периоде возможно вам нужно будет улаживать и я вижу что для вас выплат девятка мечей и и она говорит о том что в вашем подсознании все таки на сегодняшний день очень много страхов боязнь потерять работы боязнь ничего то не успеть боязнь того что что-то не получится боясь того что вы недостаточно заработаете или вам кто-то в чем-то помешает девятка мечей может показывать любые кармические сложные программы задачи касающиеся не только вас но и ваших родственников и возможно вы на себе чувствуете вину за кого-то и вам кажется что вы или недостаточно зарабатываете именно для того чтобы кому-то помогать но я не вижу вашей никакой вины вы делаете все что от вас зависит и на совет и на итог все-таки мы видим карту рыцаря монет эта карта делового общения не поддавайтесь никакой панике даже если в какой-то момент получается не все карта рыцаря монет предполагает то что вы должны кому-то предлагать свои услуги вести рабочий диалог эта карта любой стратегии и планирования в делах то есть вы не должны действовать вслепую а все должны взвешивать и продумывать каждый свой шаг наперед и эта карта может говорить о том что если смотрят меня женщины в чем-то вас может поддержать мужское лицо но не обязательно это могут быть любые предложения из внешнего мира которые вам стоит рассматривать а в этом периоде вам кто-то что-то может предложить выгодное или интересное также эта карта может показывать любые рабочие дороги командировки и так как эта карта для вас выпала на совет она говорит больше общайтесь двигайтесь встречайтесь и если ваша работа связана с расстояниями возможно вам действительно нужно куда-то поехать или с кем-то увидится это принесет свои плоды возьмем карту для те кто не работает для вас выпала карта старшего аркана мира и она говорит о том что немножечко позже вы сможете работу найти и вполне достойную я вижу что и в этом периоде вам кто-то может что-то предлагать кто-то в течение этой недели несмотря на то что до нового года осталось всего ничего вы вполне могли бы куда-то трудоустроиться есть те люди которых скорее всего вы хорошо знаете или которые хорошо знают вас и именно эти люди вам и помогают эта карта ваших огромных талантов и вашего огромного потенциала поэтому эта карта может предполагать и дальнейшее образование дополнительные тренинги мастер-классы повышение квалификации получения абсолютно новых знаний поэтому если вы захотите обнулиться начать что-то с нуля начать сначала заняться абсолютно новым проектом у вас для этого есть все шансы и эта карта напрямую может показывать соц сети интернет многие из вас могли бы зарабатывать не выходя из дома действительно посредством интернета сейчас это очень актуально поэтому стоит об этом подумать карта больших возможностей и конечно же она говорит о том что вы должны продолжать искать по этой карте я вижу что у вас будет еще и выбор вариантов если вы сейчас не будете спешить принимать любые предложения то все равно будут еще какие-то встречные предложения которые вы будете рассматривать в дом ваших финансов также выпала очень благоприятная карта и это король монет если говорить о мужчинах эта карта во-первых может показывать то что вы способны заработать и неплохо но эта карта может показывать любого другого мужчину с которым вы связаны либо работой либо делами либо это ваш хороший друг знакомый для кого-то это может быть даже родственник в мужском лице который помогает вам решить финансовые вопросы что-то решается с помощью мужчины или через мужчину если именно в этом периоде вы хотите оформить новую кредитную линию взять недостающую сумму в долг или взять ипотеку информация для мужчин вас одобрят и желаемое вы сможете получить и если говорить о женщинах то такие возможности у вас есть благодаря мужскому лицу то есть мужчина на себя что-то мог бы оформить если у вас есть собственные долги или кредиты эта карта говорит о том что вы успешно в этом периоде сможете их закрывать так как эта карта состояния праздника творчества если говорить о мужчинах стрельцах я вижу что вы готовы вкладывать деньги в себя я вижу что вы хотите себя чем-то порадовать на новый год и возможно вы пожелаете себе купить обновки или то что порадует вашу душу и конечно же эта карта может говорить о том что вы уже подготавливаетесь к празднику и вам этого праздника хочется я вижу что вы его ждете если говорить о мужчинах если говорить о женщинах то ваше желание способен реализовать мужчина по крайней мере в чем-то вам помочь на на внешний мир для вас выплат десятка жезлов эта карта говорит о том что вы пытаетесь объять необъятное ухватиться за все и сразу вы похожи на огромного коня который тянет за собой телегу уж простите за аналогию но эта карта об этом говорит о том что вы решаете свои проблемы и еще проблемы других людей при этом вы видите цель и несмотря на усталость идете к тому чтобы чего-то добиться забывая о собственном отдыхе о своем комфорте но все-таки десятка жезлов это хороший результат многие из вас в этом периоде действительно будут много работать много общаться вся неделя будет очень загруженной но это приносит должные плоды обратите внимание на опорно-двигательный аппарат на поясничку на ноги могут быть беспокойство также шейный отдел позвоночник тут и голова может побаливать идут большие нагрузки поэтому как только появится возможность отдохнуть постарайтесь разгрузиться даже во внешней мере я вижу что вам не со всеми легко общаться но все-таки вы стараетесь вы стараетесь договариваться и это тоже приносит свои результаты что в скрытых факторах что будет происходить вашей жизни в период примерно с 27 декабря по 3 января включительно для вас выпла карта королевы чаш карта старшего аркана повешенного и карта старшего аркана суда два старших аркана говорят о том что предстоящая неделя будет большой важности если говорить о женщинах стрельцах я вижу что вы ставите перед собой очень много задач возможно в начале года вам хочется еще немножечко отдохнуть или попраздновать уделить больше времени себе своей внешности в вашей голове много творческих проектов карта повешенного все-таки может говорить о том что в чем-то происходит приостановка в чем-то для вас важном то есть смотрите карта суда может предполагать то что на кону решение чего-то важного но либо в силу того что праздники либо в силу того что ваш вопрос который для вас самый важный может еще зависеть от других людей у тех людей могут быть какие-то свои проблемы или также состояние праздников пока что-то важное подвисает не решается не стоит переживать и волноваться эта карта говорит о том что время вам дано для рассуждений для перезагрузки для того чтобы вы немножечко набрались сил и энергии и карта старшего аркана суда говорит о том что ваши важные дела от вас никуда не денутся период вот этой приостановки все-таки закончится и начинается решение важных дел эта карта может показывать любые дела которые проходят через госструктуры через официальных лиц эта карта может показывать и что-то связанное с домом семьей то что касается рода когда помощь нужна близким возможно кто-то болеет и кого-то нужно подлечить и в этом плане снова таки все зависит от вас все от вас ждут помощи карта говорит о том как только вы включаетесь какие-то процессы после определенной паузы эта пауза может затянуться больше чем до 3 января карты могут показывать остановку в чем-то важном на две недели как минимум но как только появляется возможность что-то решить вы включаетесь и высшие силы здесь вам будут помогать но эта карта говорит о том что вам еще понадобится чья-то помощь и других людей которым вы будете обращаться на на завершение этого периода для вас выпала очень благоприятная карта и это десятка монет эта карта показывает очень хороший доход для кого-то это разовая крупная сумма которую вы сможете получить на руки в течение этой недели для кого-то это стабильные доходы от основной работы либо даже возможно что идет помощь от кого-то из родни потому что карта показывает дом семью и эта карта может показывать торжества праздник либо вы к этому готовитесь но возможно у кого-то выходные намечаются дни рождения или юбилеи эта карта может и просто говорить о том что собирается семья либо родственники может быть кто-то едет в гости к вам или вы кому-то но выходными вы будете явно довольны ваше настроение улучшится ваши мысли уравновесятся и вы на многое посмотрите совершенно иначе давайте возьмем теперь для вас карту основного совета на основной совет и для женщин и для мужчин выпала карта мага карта управления и она говорит о том что вы должны управлять что вы должны уметь управлять своей собственной жизнью и не только своей но и жизнью других людей у многих из вас характер лидера вы по натуре лидеры эта карта вас призывает к новшествам и к переменам возможно с нового года вам стоит включиться в какой-то новый интересный проект попробовать своей жизни что-то еще либо совмещать несколько интересных занятий также эта карта может предполагать дополнительное образование которое тоже могло бы для вас быть полезным в любом случае эта карта говорит о том что определенный эксперимент будет успешным поэтому если вы рискнете у вас все получится также эта карта говорит о том что вы должны другим людям уметь внушать свои мысли должны уметь добиваться своего где-то вы должны уметь манипулировать своим окружением но бойтесь манипуляции других людей не позволяйте кому-то садиться вам на голову потому что по магу кто-то за счет вас что-то действительно может пытаться решать в своей собственной судьбе но в ущерб вам и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта туза жезлов эта карта дает уверенный ответ да это новый старт новое начало новая возможность и в отношении вашего вопроса скорее всего либо то что для вас важно уже в запуске либо в ближайшее время вы начнете стартовать и очень удачно здесь и высшие силы придут на помощь и люди которых вы хорошо знаете вы кого-то заинтересуете тем что вам важно и тут кто-то подключится что-то будет развиваться очень быстро и очень стремительно возможно даже что вы желаемое получите гораздо быстрее чем вы запланировали изначально но эта карта скорости в делах давайте возьмем еще три карты и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде мы видим карту корабля эта карта может показывать любые дороги путешествия рядышком выпала карта аистов тоже карта может лишний раз подтверждать состояние дорог или поездок и карта всадника конечно все три карты говорят о дорогах если кто-то из вас на ближайшую неделю или даже две недели запланировал поездку путешествия связано с отдыхом или с работой любые ваши поездки будут абсолютно успешны и вы будете очень довольны результатом по всаднику проявляйте собственную активность в особенности если смотрит меня мужчины если меня смотрит женщины на ваш вопрос может влиять мужское лицо также карта корабля говорит о том что вы должны быть смелыми и решительными не побояться что-то поменять свои жизни в общем с начала нового года кому-то по этим карта может предстоять не только отдых но и смена места жительства как на отдаленное будущее это та идея которую вы можете рассматривать и и уже к чему-то подготавливаться если это у вас планируется на будущее более отдаленное уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация была для вас важной полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки или дизлайки за проделанную работу и я с вами не прощаюсь я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем до свидания и